Эти люди сами создают свой интернет-журнал, сами пишут и публикуют, что хотят, сколько хотят и когда хотят. Все это я говорю о блогерах. Одни делятся впечатлениями о путешествиях, другие рассуждают о политике. А кто-то просто рассказывает о своей жизни. Блогеров относят к отдельной категории СМИ, которая реагирует на все происходящее быстрее остальных и в большинстве случаев выражает независимое мнение. Михаил Игнатьев встретился с самыми популярными обитателями интернета Чувашия. На территории базы отдыха возле села Абашево Чебоксарского района в неформальной обстановке блогеры и общественные деятели Чувашии презентовали и активно обсуждали новые проекты. Я решила представить такой проект, когда мы всем скопом, всем молодежи будем выходить и вести научные лекции под открытым небом. То есть выходить и читать лекции по 5-7 минут, потом смотреть документальное кино, которое позволит задуматься и какая-то будет проходить просветительская работа. Комнаты игры для детей, медиалаборатории на улицах города, Чувашские открыты лектории, центр урбанистики, виртуальные экскурсии и многое другое. Идей по территориальному развитию республики у блогеров оказалось немало. Во-первых, самое основное, что мы достигли, это создание некоторой проектной группы, а мы ее условно сейчас называем агентство территориального развития, которое будет собирать со всей республики проекты и анализировать, и готовить их для того, чтобы они успешно проходили. Михаил Игнатьев пожелал блогерам и впредь активно участвовать в жизни республики, а также обратить внимание на такие направления, как уборка мусора, ЖКХ, пропаганда здорового образа жизни и правильного питания. Я услышал всех вас, на самом деле идеи и мысли ваши, которые связаны с реальной жизнью, то есть они востребованы на сегодняшний день жителями и те, кто в возрасте, и те, кто является еще ребенком в детском саду, и те, которые учатся там, или школьники, или студенты. Теперь такие встречи блогеры планируют проводить регулярно, как минимум раз в месяц. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.